Великая победа пришла в нашу страну и благодаря техническому превосходству советской армии над немецко-фашистскими войсками. А это значит, что мы превзошли врага как по производству военной техники, так и по ее ремонту и возвращению в строй. Создание 10-го отдельного ремонтно-эвакуационного полка в Южном военном округе и было призвано обеспечить в случае необходимости доставку и восстановление поврежденного в бою тяжелого вооружения. Это крайне важно для поддержания боевой готовности вооруженных сил. Выставка военной техники ремонтно-эвакуационного полка в нашем городе в День Победы как раз и продемонстрировала машины по эвакуации и ремонту вооружения. Надо ли говорить, что славянская детвора была просто в восторге, потому что ей удалось так близко познакомиться с необычными автомобилями. Мне эта выставка очень понравилась в военной технике. Я уже здесь больше часа, и я каждую машину осмотрелся своими друзьями. Понравилась выставка и родителям, которые пришли сюда со своими детьми. Мы уже не первый год сюда приезжаем, нам очень нравится. Дети вообще в восторге, потому что так вживую это все увидеть невозможно. Можно только вот так вот хоть чуть-чуть прикоснуться. Праздник явно удался, и погода этому способствовала. Сегодня даже погода нас очень даже порадовала, хотя, конечно, обещали дождь, но тем не менее праздник все-таки действительно удался. И очень даже приятно наблюдать сегодня здесь нашу военную технику. Праздник завершился, но юные славянцы надолго запомнят эту выставку. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Программа «События» Продолжение следует...